Добрый вечер, меня зовут Надежда Вербицкая и сегодня я с радостью представлю вам самый первый выпуск новостей нового телевизионного канала Первый в Молдове. Все у нас с вами еще впереди. В горе и в радости мы обещаем быть рядом с вами по будням с 18.00 и в 21 час. Будем беспрекрасно рассказывать о том, как страна прожила день. Потому что новости это история о каждом из нас, независимо от того, с какой стороны экрана мы находимся. Мы постараемся ничего не упустить и обязательно докопаемся до истины. Даже если кто-то попытается ее скрыть. Это наша работа, мы ее любим и верим, что вы ее оцените. Станете частью нашей команды, с которой мы вас сейчас познакомим. Субтитры делал DimaTorzok 3, 2, 1, start! Maximum внимания! Как у саперов у нас нет права на одну ошибку. Вся страна нам судя и мы будем об этом помнить. Примул в Молдова, мы будем об этом помнить. Мы делаем об вас и для вас. Я, Анна Присеяш-Ниук, и вместе с моими коллегами, я готов к нам ходить в любое колцо страны, чтобы поставить умыру на реализацию проектов для людей. Нам не все равно и потому мы все выдержим. В мороз, в жару, вместо событий готовы рассказывать о происходящем наши репортеры. Меня зовут Патриция Капытина. Я здесь, чтобы дать в вашу историю настоящего репортера. Субтитры делал DimaTorzok, и вместе мы будем об этом помнить всю страну, что успеха является результатом своих эфортов. Существуют и предприятия этой серии, о которых вы говорите в первую очередь в Молдову. Все наши репортеры, как один молодый, любознательный и готовы подавать вам новости с пылу с жару, четыре раза в день на двух языках. Продолжение следует... Новости – это жизнь. Полоса черная сменяется полосой белой. Что-то от нас совсем не зависит, что-то только в наших руках. И, может быть, вовремя рассказанная история станет для кого-то возможностью найти выход из тупика. Привет, я Даша. Мне нравится все необычное, и я обожаю общаться с удивительными людьми. Мне всегда импонировали истории. Я уверена, что у каждого из вас она особенная. Моя мечта сбылась, и я стала частью первого канала в Молдове, и теперь могу вам рассказать все, что знаю. Если у вас есть что-то интересное о семье, стране или о вас самих, пишите мне на почту и мы расскажем вместе о том, что вам интересно. Кстати, как вы уже успели заметить, это Камрад. И сюжет, который мы сегодня снимали, вы увидите уже в ближайшие дни. Будьте первым, чтобы узнавать обо всем первыми. Сегодня наш первый день. За ним последуют сотни и тысячи других. Гнаться за рейтингами мы не станем. Не ждите от наших новостей горячих фактов и дешевых сенсаций. Фальшь – это не про нас. Мы хотим говорить о тех вещах, которые важны для каждого жителя нашей страны. Ведь мы тоже здесь живем и не хотим проходить мимо тех вещей, которые следует искоренить. И уж тем более мимо тех вещей, которыми можно гордиться. Нас всегда будет интересовать ваше мнение. Нам важно знать, что вы думаете обо всем, что происходит в стране. И, конечно же, мы хотим быть в курсе того, что вы, наши зрители, хотите видеть на экране. Мы не смотрим на телевизор и на очень многие каналии, например. Что происходит в городе? Что происходит в городе? Что происходит в городе? Что происходит в городе? Я бы хотел увидеть больше хороших новостей, более позитивных. Чтобы люди не только смотрели плохие новости. У нас часто именно новости, знаете, там плохо, там убийство, там пожары, там еще что-то. А где позитивные, где хорошие новости? Их нет. Давайте на канал с хорошими, позитивными новостями. Гордество, как и в первом плане, нужно быть базой. Это и устроен. Треба, что нужно убивать 30-40% из всех, что смотрят на телевизор, что нужно идти в этом. И для развития, и для тенериала. Много информации обо всем мире. Что случается в стране, что происходит в стране. Это интересное. Гордество, чтобы работали в гуернанте, а мы хотим отливаться на Prideе. Прямля ourselves, куда VIDEO и мы только не понимаем, что нет, проявить как у насンノ рассказано. ило то что стihно в стране и все это знают, и на современном внутреннем в наших исторい toma которое exp bracket seated тут, чтоagus любви есть тысячи continues в стране, которые не могут решить их решение, чтобы они не решили, чтобы они не решили, чтобы они не решили, чтобы они не решили. Правда, что происходит в стране. Еще хочется, чтобы вы развивали тему детскую. Где, что кому не хватает поддержать детей в разных эвенементах музыкальных, шоу. Первые дни зимы приносят не очень приятные новости. Зарегистрирован первый случай гриппа в этом сезоне. Речь о 60-летней жительнице столицы. О ее состоянии расскажет Дина Руснак. Дина, слушаем тебя. Здравствуйте, дамы и господа. Как сообщили на заседании мэрии, пациентка обратилась к врачу еще в прошлую среду. А на выходных были готовы анализы, подтвердившие, что речь идет о сезонном гриппе. Пациентка лежит в столичной Свято-Троицкой больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Ни больная, ни члены ее семьи вакцинированы не были. Грипп сезонный, но шутить с ним не стоит. Действует он довольно люто, опасен осложнениями. Лучше сразу обращаться к докторам. Важно знать, как отличить грипп от островеспираторных инфекций. Запомните, обычная простуда начинается с чихания, боли в горле. Лицо заразившегося бледное. Температура поднимается постепенно, обычно до 38 градусов. Нос заложен. Грипп проявляет себя резко. Температура 39-40 градусов. Часто сопровождается усталостью, сухим хашлем, мышечными и головными болями. Болезнь высоко заразна. Самой эффективной профилактикой была и остается вакцинация. Первые две партии прививок уже поступили в Молдову. Кишинев обеспечен ими полностью. Каждый год выпускаются вакцины, защищающие от вируса, который, по прогнозам, будет буйствовать именно в этом сезоне. От других видов островеспираторных заболеваний они бессильны. Так что меры профилактики нам в помощь. Моем руки, проводим на свежем воздухе как можно больше времени и как можно меньше в непроветриваемых многолюдных помещениях. В рационе должно быть как можно больше фруктов, богатых витамином С. Хармин Думан Думан Девочки, естественно, будет обладать в累овании, а вот это очевидно. Если поднимаем, то не будет короче. Думаешь, безумно. И получается, делаем фитья в каждой пациент. Было возобранное зависит от пациентов, а это действует в качестве, это ограничение. Поэтому я рекомендую Это рекомендую девочке и по velvetам, которые происходят влажности. Первыми начали прививать именно детей и беременных. Затем подошла очередь пожилых и лиц с особыми потребностями в приютах, хронических больных, полицейских, медработников, военнослужащих и работников мэрии. В этом сезоне Молдова получит 200 тысяч доз противогриппозной вакцины. 100 тысяч доз закуплены над Агентством общественного здравоохранения и уже распределены по медицинским учреждениям. Вакцина из первых партий произведена во Франции. Доза стоит 120 лев, а вакцинация бесплатна для большинства категорий. В прошлом сезоне от осложнений вызванных гриппом умерли 32 человека. Газ был, есть и будет, даже если Киев и Москва не договорятся о транзите. Президент Игорь Дадон после встречи со спикером Зинаидой Гречаной и премьером Ионом Кику заверил, у властей есть минимум два сценария обеспечения страны голубым топливом. Оба обсуждались непосредственно с руководством Газпрома во время недавнего визита главы Кабмина в Россию. О рисках сферы энергетики пойдет разговор и на Высшем Совете Безопасности, который глава государства намерен созвать в ближайшие сроки. Игорь Дадон отметил, все необходимые технические испытания, успешно проведены. Молдова может в любой момент подключиться к международному газопроводу «Турецкий поток» либо в северной точке, к сети, по которой Украина осуществляет реверсные поставки. Но и о главном. Президент заверил, что независимо от того, как будет поставляться голубое топливо, на тарифе это не отразится. Москва и Киев никак не могут достигнуть соглашения об условиях транзита голубого топлива в Европу по территории Украины. Действующий же контракт истекает 31 декабря. Рынок авиаперевозок должен отправиться в свободный полет, а Кишиневский международный аэропорт вернутся в собственность государства. К такому выводу пришел президент страны Игорь Дадон, который отметил, что к процедуре расторжения контракта на концессию Кишиневского аэропорта должны были приступить еще министры правительства Санду. Но палец о палец не ударили. Вопрос обсудят на заседании Высшего совета безопасности на этой неделе. По словам главы государства, сборы в Кишиневском международном аэропорту слишком высокие бюджетные компании, которые приходят на наш рынок, не могут установить низкие цены для молдавских пассажиров. Все изменится с появлением конкурентов, уверен глава государства. Я считаю, что нужно позволить еще один или два аэропорта интернационала, один на nord, один на сад, чтобы позволить приступить в компании low-cost, что означает, что при этом очень маленький, для того, чтобы производить пассажиров в Республике Молдова. Подобные проекты можно внедрить в рамках государства на частного партнерства. Я считаю, что за бюджетом государства мы не можем позволить, мы можем сейчас сделать инвестиции там, а мы можем сделать вместе с инвеститорами. На прошлой неделе этот вопрос обсуждался на совместном заседании премьера Иона Кику с министром экономики и инфраструктуры Анатолием Усатым, министром обороны Виктором Гайчуком и группой экспертов. Тогда глава Кабмина уточнил, что решение примут после проведения техника экономической экспертизы и тщательного экономического просчета. Заседание Высшего Совета Безопасности грозит затянуться. Чиновникам придется заслушать отчеты ответственных лиц о резонансной теме незаконных прослушек. На повестку дня вынесут и тему дублирующих удостоверений личности, которыми якобы обладают некоторые политики. Также предстоит выяснить, на каком этапе находится расследование банковского мошенничества. Зима вступила в свои права, строга по календарю. Начало самого холодного времени года ознаменовал первый снег. Первыми его увидели жители Бельц. По словам метеорологов, этой ночью природа проявит себя и в столице. Мы настоятельно рекомендуем водителям не нарушать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и снизить скорость, как в населенных пунктах, так и за их пределами. Праздничными огнями накануне заиграли елки по всей стране. В ряде городов они зажглись практически одновременно. На глазах тысяч жителей, приехавших из Кишинева чиновников. В столице правил бал примар Ион Чебана. Президент страны в этот торжественный момент был рядом с жителями села Кошница Дубосарского района. Хлебом с солью встречали президента в Кошнице. Он ответил добрым словом. Сорока Хьюлку установили у крепости. На открытие приехал глава Кабмина. Старт сербатурилор де Ярне. Диаичь, венчертате, алу Штефан Челмариши Сфынт. Вы трансмитим линиште суфлетязка. Вое Буне. Чимарим-марим кредерин зива де Мыне. Спикер парламента Зинаида Гречанная предпочла разделить волшебный момент с земляками и отправилась в родной Бречанский район. ДО, УНУ, ЗЕРО! УНУ, ЗЕРО! Главная ёлка Камрата зажглась по команде Башкана и группы детей, произнесённой хором. ДИ, Камрат, Чаня, здесь и мы сюда! Начинаем подготовку к Новому году! В нашей Гагаузии будет проходить очень много праздников. В нашей Гагаузии будет очень много сюрпризов в период подготовки к Новому году. И наша Гагаузия этот год провела хорошо, потому что мы все вместе живём в нашей большой стране, в Республике Молдова. Мы любим нашу страну и мы очень хотим, чтобы будущий год был лучше, чем этот. Ну а посмотреть на сияющую новым убранством главную ёлку страны на площади Великого национального собрания пришли сотни горожан с детьми. Привёл семью и столичный городоначальник. Привёт чай на праздник были довольны всем. Не хватало разве что снега, признались люди. Сверкающая ёлка и концерт привёл детей в восторг. Мороз подрумянил щёчки, но никто не замёрз, по крайней мере, из тех, кто пустился в пляс. В сквере кафедрального собора был открыт городок Детский мир, а перед театром оперы и балета раскинулась рождественская деревушка. Организаторы обещают – сюрпризы ждут всех. Не усидела в редакции и, несмотря на сырую погоду, отправилась на разведку на главную ёлку страны моя коллега Дарья Букатарь. Добрый вечер, Даша. Как впечатление? Добрый вечер, Надежда. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Недавно начался дождь. Скорее всего, нас ожидает и снег, конечно, поэтому людей здесь стало заметно меньше. Но впечатление прекрасное. Начину, пожалуй, с ёлки. В этом году она выглядит гораздо богаче. В её образце присутствуют красные и серебристые цвета, а ночь она ещё и подсвечивается. Так что, наверное, селфи на айфоне не сделать только ленивый. Но заняться здесь действительно есть чем. Помимо этого, также можно сделать фотографии с Дедом Морозом, ну или на фоне тематического баннера. Были также организованы и карусели, которые заработают уже в ближайшие дни. На одного билета варьируется от 30 до 50 леев. Ну, а пока их дети развлекаются, родители могут согреться глинтвейном, изваром или горячей випечкой. Почему нет? Мероприятия продлятся более месяца. Но и это ещё не всё. На Рождество по новому стилю в сквере Кафедрального собора будет организована рождественская ярмарка, посетители которой смогут насладиться грандиозным концертом. Но до этого ещё много времени, и мы будем держать вас в курсе событий. Надежда? Спасибо, Даша. Думаю, вечером после эфира тоже выберусь на ёлку, сфотографируюсь. Деду Морозу до востребования. Чтобы письмо дошло до главного волшебника страны, знать точный адрес не обязательно. Достаточно указать имя, и почтальоны доставят послание лично в руки. Главное, верно указать, где ждут подарок, иначе он к послушным детям может и не попасть. Почта Молдовы взялась обеспечить бесперебойную доставку писем от детей напрямую к зимнему старцу. Чтобы упростить процесс, по традиции, в Центральном почтовом офисе установили специальный ящик. Там он пробудет до 31 декабря включительно. Дед Мороз из года в год исполняет желания Марии и её дочки Александра. Вера в чудеса никогда не покидает эту семью. Кратиун есть таря штепта, дэной копии скрыл в скрысор. В фея кариан. Что тебе дарит, Александра? Папу Шалол. И София, парень, и санатош. В честь открытия акции здесь, в Почте Молдовы, организовали торжественные мероприятия с участием Деда Мороза и детского этнофольклорного ансамбля. Ребята написали около десятка писем главному зимнему волшебнику, хотя могли обратиться к нему с просьбой лично. Кстати, подарки получили тут же. Выполнением желаний занимается благотворительный детский фонд «Клипа Сидиралы». Он основал Академию Деда Мороза в Молдове в 2001 году. Волонтеры занимаются всеми письмами, а также выполнением желаний детей из социально уязвимых, малоимущих семей, а также воспитанников интернатов страны. И они не просят кукол. На Новый год мечтают, чтобы им подарили дрова, продукты питания или констовары. Письма старому волшебнику могут быть бесплатно отправлены в Академию Деда Мороза через почтовые отделения во всех населенных пунктах страны. Они не должны иметь штамп, достаточно подписать конверт для Деда Мороза и свой домашний адрес. Чтобы каждый ребёнок успел получить ответ до Нового года, письмо следует отправить до 14 декабря. Если ваше чадо не получило ответ в канун праздника, возможно, письмо забрали олени. Дед Мороз зашёл в гости и к хозяину города. И он чабан радушно принял волшебника, вручив ему ключ от города как символ начала новогодних праздников. 320 маленьких жителей Чекан сегодня перешагнули порог своих новых яслей. Детский сад номер 198 на Чеканах расширился на радость родителям, уже и не мечтавшим отдать малышей в дошкольное учреждение. В самом молодом районе столицы Бэби Бум все садики в округе переполнены. Продолжение следует... К празднику малыши подготовили концерты для гостей и родителей. Все 14 групп, в том числе 4 ясильных, оснащены всем необходимым для хорошего воспитания малышей. Безопасность детей – приоритет, заявил генеральный мэр Кишинёва, который присутствовал на открытии, отметив, что продолжит поддержку социальных проектов. Безопасности длительные мэр Кишинёва Реконструкция длилась год. Обошелся проект примерно в 15 миллионов леев. В то же время власти отметили, что вскоре вновь откроют эдитцет номер 166 на Буюканах. Четвероногие заполонили столичные улицы и дворы многоэтажек. О случаях нападений дворняжек на людей становится все больше. Руководители муниципального предприятия Аутослоубритатия проблему признают, но утверждают, что участка под строительство приюта пока не нашли. Поэтому животных кастрируют, вакцинируют и выпускают. Вопрос повторно обсудили на еженедельном заседании муниципальных служб. Градоначальник Иоанн Чебан дал подчиненным на поиск решения 10 дней. На 1 ноября года в Курентое были declarаны 1797 случаи агрессивных животных. В животных, которые были стерилизированы, не становятся более агрессивными. Перспектива для оптимизации, стерилизации и революции в медиа городе не изменит ситуацию. Тем временем терпение жителей столицы на пределе. И вот представляете, собака напала на вашего ребенка. Ответственные за отлов и кастрацию бездомных животных говорят, что временный приют в Некрополе, единственный на балансе муниципальных властей, уже переполнен. По оценкам властей, в Кишиневе более 20 тысяч бездомных собак. Чем раньше, тем дешевле. Железная дорога Молдовы снизила стоимость билетов на поезд Кишинев-Москва в период с 9 января по 20 декабря 2020 года. Но есть одно маленькое условие. Скидки действительны только для тех, кто позаботился о покупке билетов заранее. Так, если забронировать поездку за 45 дней до отправления, можно получить 20% скидку. А вот успевшие приобрести билет в период от 40 до 18 дней до даты поездки могут рассчитывать на скидку в 10%. В случае покупки билетов за 17 и менее дней до отправления, пассажирам придется переплатить 5% сверх обычного тарифа. В Забайкалье объявлен траур по 21 погибшему при падении рейсового автобуса с моста. Еще 19 пассажиров, в числе которых двое детей и беременная женщина, получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошел 1 декабря. Всего в салоне находилось 45 человек. По данным МЧС России, водитель потерял управление из-за разрыва переднего колеса. Автобус был ветхим, а он разогнался. В регионе начались проверки технического состояния всех автобусных парков. Тем временем врачи пытаются поставить на ноги пострадавших. Тяжелые пациенты в Нерчинске. Два человека и два человека в Шилке. Мы сейчас туда отправили на ирохирурга. Там травмы черепно-мозговые, контузии головного мозга. Пассажиры сообщили, садиться в автобус изначально было страшно. Даже непрофессионалу было ясно, что его техническое состояние оставляло желать лучшего. Да и водитель попался рисковый. Снег шёл, порожка, гололёд. Ему там сзади говорили, что не гоните порожка. Всё, затащило нас тут же сразу. И с моста полетели, а потом уже не помню как. 2 декабря губернатор Забайкальского края Александр Осипов и министр здравоохранения Валерий Кожевников возложили цветы к зданию автобусных касс в Чеке. Также местные власти приняли решение выделить миллион рублей в помощь семьям жертв автокатастрофы. В отношении компании-перевозчика было возбуждено уголовное дело. В России ежегодно гибнут на дорогах около 20 тысяч человек. Трёхлетний сын украинского чиновника погиб при покушении, организованном на его отца. Машина, в которой вместе с женой. Её подругой и ребёнком ехал бывший директор «Нафтогаз» Мережа, депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев. На ходу обстреляли неизвестные. Пуля попала в малыша, который скончался по дороге в больницу. Все взрослые остались невредимы. Полиция связывает покушение с профессиональной деятельностью Соболева, который к тому же владеет несколькими компаниями. Заведено уголовное дело. В Киеве и области введён план «Перехват». О подробностях пока не сообщается. Не только голь на выдумке хитра. Эксцентричный питерский поп-арт-художник Алексей Сергеенко представил широкой публике свой новый проект. Стеклянный трон, снизу доверху заполненный хрустящими купюрами. И вместился в шедевр современного искусства ровно 1 миллион долларов. Причём настоящих. Инвестором проекта стал один из завсегдатаев списка «Форбс России» Игорь Рыбаков. Художник уверен, посидев на валютном троне, человек привлечет в свою жизнь удачу и богатство. Всего за 600 рублей. Я хочу, чтобы в нашей стране было больше богатых людей, чтобы наша страна была богаче. Правда, желая привлечь богатство в массы, денежное творение под названием «Икс-10» художник всё же защитил от мира пуленепробиваемым стеклом. По задумке, посмотрите на трон, должны 106 700 человек, и тогда сумма, спрятанная в арт-объекте, удвоится. Выручку Рыбаков и Сергеенко намерены поделить пополам. Таким был этот день. О событиях вторника расскажем вам завтра, как обычно, в 18.00 и 21 час. Если вам есть, что нам рассказать, пишите и звоните. Адреса и номер на ваших экранах. С вами была Надежда Вербицкая. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!